Мы ее заделали, утеплили, и здесь было, вот, у нас цвело, волнуюсь. И вот я уксусом отделала, но сейчас ждем, что будет дальше. А дальше страшно, говорит пенсионерка Надежда Егоровна. Прошлой зимой батареи в ее квартире были чуть теплые. Одна из стен вообще промерзла и блестела от снега. В управляющей компании сказали, утепляйтесь сами. Пенсионерка взяла кредит и утеплилась на 50 тысяч. Однако все равно в ее квартире, как в летней палатке, дует из всех щелей. Вот здесь вообще дует. Или с фасада дует, не знаю откуда. Пенсионерка надеется, что тепло до нее дойдет, и ей больше не придется платить за его отсутствие 1300 в месяц. Это без учета электричества. Обогреватель в прошлую зиму работал круглые сутки. Ни дивана нету, ничего нету. Вообще стол, раковины на кухне нету. Вот я и отдаю, а что делать, потому что я оплачиваю все. А условий-то никаких. Думаю, мне тепло дайте. В подвешенном состоянии потепло и другие жильцы. В прошлом году на холод в квартирах жаловались десятки человек. Тем не менее, жилье в холодном доме все-таки рискуют покупать. Вы боитесь ли, что будет холодно? Мы боимся. Нас, говорю, еще раз предупреждали. Но стоимость квартиры нас заинтересовала, поэтому выхода не было. Люди жалуются, что управляющая компания «Успех» не идет с ними на контакт. На все жалобы отправляют либо к застройщику, либо говорят, что они сейчас на самоизоляции. У нас получилось связаться с ними по телефону. До 10 октября идет запуск тепла. Соответственно, проводится регулировка системы отопления. Возможно, что где-то будет вставать, не вставать, слесарь и так не вылазит с этого дома. Получается, кому повезет в этом сезоне, будет спать в тепле. Кому нет, стоит запастись одеялами, обогревателями и деньгами. Считать за коммуналку с учетом обогревателей будут немаленькие. Еще один вариант – последовать примеру многих. Попытаться продать проблемную квартиру. Валентина Аскирова, Андрей Печоркин. День с толком.